Ильяс, что это за сделка такая? Я ни на ком не обещал жениться. Тогда за что она дала такие деньги? Нет, Ильяс, женись на этой женщине. Серьезно, не мучай ее. Она и так говорит это каждому встречному. Говорит, что вы поженитесь, что все ее деньги тебе принадлежат. Не смущай женщину. Асия, послушай, я не знаю, как все до этого дошло. Она просто говорила мне о фиктивном браке на бумаге. А причина... Ладно, но говорилось только об этом. Я не собирался жениться на Хелин ради выгоды. То есть речь о браке заходила? Вы это обсуждали? Она сделала мне это предложение, которое относилось только к работе. Я ничего ей не обещал. Ничего! Ильяс, мне это надоело. Ты работаешь на два фронта. Но я понимаю причину. Ты постоянно лжешь, чтобы иметь возможность торговаться за сына. Давай ускорим процесс развода. Пусть все обретут покои. А потом мне все равно, что ты будешь делать и что планировать. Меня это не будет касаться. Нет у меня никаких планов. Давай скорее уедем. Я не хочу плакать у всех на виду. Итак, Ильяс женится на Хелин? Не думаю, мама Фатма. Сомневаюсь. Как тебе не стыдно, Ильяс? Отныне ты мне враг. Враг. Я вычеркнул тебя из жизни. Так и знай. Тебе будет трудно это сделать, если ты намерен жениться на сестре. Но как знаешь. Она с вами надолго не останется, не переживай. Мы заберем Гюль и создадим абсолютно порядочную семью вдали от всех этих гнустостей. Хватит относиться ко мне как к самому отпетому мерзавцу в мире. Я никого не просил покупать за деньги ребенка. И я не говорил, что за это я женюсь. Что я сделаю то, я сделаю это. Хватит. Если она такая дерзкая, не позволяй ей это делать. Ладно. Я не буду заводиться еще больше. Нермин, я позвоню тебе позже. Ладно. Пока. Я не знаю. Я больше не понимаю тебя, Ильяс. Кто ты? Нет, возможно, ты заключил с Хилин сделку. И, возможно, ты согласился жениться без любви. На свете это делают тысячи людей. Это я могу понять. Но почему ты лжешь о сие? Почему вместо того, чтобы сказать, да, все кончено, ты мне не нужна, я женюсь на другой, ты водишь людей за нос? Я не понимаю. Идем, поговорим об этом основательно. Пошли. Что нам делать? Мы еще не умеем плавать. Мы же захлебнемся в твоих слезах. Ты прав. Обещаю. Я больше ни за кого не буду плакать. Особенно из-за Ильяса. Отныне я буду жить только ради себя и сына. Так держать. Сделаем сегодня что-нибудь особенное. Что сделаем? Куда вас отвезти? Можешь отвезти меня к Салихе. Мне нужно поговорить с ней и попросить прощения. Она вчера приезжала, рассказала мне обо всем этом. Но я ей не поверила. Я выставила ее лгуньей. Обидела без причины. Асия. Послушай, эта Хелин очень странная женщина, ты знаешь. Возможно, все это ее происки. Ты должна быть осторожна. Не принимай поспешных решений. Ты что, не слышал? Илья сам проболтался. Они заключат фиктивный брак. Фиктивный брак. Она не мытьем, так катанием добилась своего. Она вцепилась во всю семью мертвой хваткой. Она как паук сплела сеть и никому не оставила выхода. Ильяс, конечно, сделает, как она захочет. Но когда он освободится? Когда избавится от меня? Ладно. Раз опасность миновала, ты можешь идти к маме. Иди. Все было абсолютно просто. Она сказала, лучше наследника Инхил Моторс и не придумаешь. Давай заключим фиктивный брак, пусть фабрика достанется тебе, тогда я умру со спокойной душой. Но я ничего на это не ответил, ничего не обещал. Но Асия даже не слушает. А эта женщина настолько больна? Очень больна. Я уже давно веду дела в фабрике. Она никого не желает видеть. А потом объявилась дочка Нормин. Ты задолжал этой женщине баснословные деньги. Я не просил ее достать денег и купить ребенка. Все навалилось с копом. У них был карточный долг. В обмен на деньги они привели ребенка и оставили ей. Я сам не понял. Послушай, здесь что-то не так. Странно, что случайности произошли одна за другой. Я сам не знаю. Но ситуация такова. Оформи расписку. Возьми кредит. Достань где-нибудь деньги и отдай ей. Ты не можешь жениться на ней из-за денег. Ты потом не сможешь смотреть на себя в зеркало. Но если ты ее любишь, то тогда совсем другое дело. Да какая там любовь? О чем ты говоришь? Признаюсь, она сделала для меня много хорошего. Но иногда я думаю, что лучше бы она не делала. Я бы спокойно и счастливо жил со Сией сыном. В своем маленьком мире. Что еще, кроме страданий, дало мне это звание чемпиона? Ильяс, человек, странное создание. Если бы все было так, то ты бы снова сетовал, но на этот раз на Сия за то, что она украла у тебя мечту. Все бы рано или поздно снова пришло к этой точке. Ты понял, каков порочный круг? Оф. Ну и что мне теперь делать? Ты не должен совершать ту же ошибку. А Сия теперь не помирится с тобой. Тебе придется развестись. Но раз ты ее любишь, начни все сначала. С нуля. Чтобы А Сия поняла, что она потеряла. Чтобы осознала все происходящее. Она сейчас ничего не замечает. Ее муж, еще не разведясь с ней, планирует жениться на другой. Ильяс. Хорошо, но я-то в чем виноват? Твоя вина в том, что ты не сторонился этой женщины. Тебе сто раз было сказано. Суть в том, что тебе была выгодна слабость этой женщины. Ты был молод, беден, зациклился на мотоциклах, то да сё. Ты принял покровительство. И видишь, что случилось? Срок кредита истек. Теперь женщина требует тебя. И ты не в том положении, чтобы развернуться и уйти. Ты по горло завяз в болоте. Ладно, женщина все равно умирает. Прости меня, Господи. Что я говорю? Что я говорю? Что я говорю?